Всем привет! С вами я, Арина Цвян, и сегодня будет очередное видео на новом канале. Ну и как вы уже поняли по названию этого видео, оно будет про хобби. Потому что мне кажется, что в знакомстве с человеком очень важную роль играет его хобби, потому что хобби это то занятие, которым ты можешь заниматься просто дни и ночи напролет. Это твое любимое дело, и это то, на что ты можешь потратить без всяких угрызений совести, без расстройства, все свое свободное время. Но а школа, например, или же работа, это твоя обязанность. Это не хобби совершенно, и ты обязан ходить в школу или же на работу. Сегодня я хочу рассказать вам о самых моих главных хобби, без которых я вообще не могу. Ну что ж, первое мое хобби, которое является просто неотъемлемой частичкой моей жизни, это конный спорт. Конный спорт для меня является не только хобби, но он является и, наверное, моим просто спортом даже. Я готова потратить на это просто очень большое количество времени, так как это, во-первых, для меня просто, знаете, психическое такое расслабление, эмоциональное расслабление. Просто после тренировки я так отключаюсь, все прекрасно для меня, потому что вот вся та негативная, не знаю, все негативные эмоции, которые накопились у меня, например, за понедельник, у меня во втором миру, они все как-то, я не знаю, они все улетучиваются на тренировке, потому что на тренировке, на конюшне ты не думаешь ни о чем, кроме конюшни и кроме тренировки, кроме лошадей и все. Тебе больше ничего не надо, и это прекрасно. Мне кажется, что на конюшне и вообще в конном спорте не существует никаких понтов, и это безумно классно, потому что на конюшне у тебя отстрепанные волосы, ты весь, не знаю, в пыли, на тебя уже конь по-любому наступил, он на тебя плюнул, когда ты ему яблочко давал, потом ты уже так устал, ты просто плетешься вообще после тренировки вот так вот домой, то есть, ну, мне кажется, что тут вообще нету никаких понтов, и это очень классно. Это мой самый любимый спорт, я его очень часто смотрю именно по телевизору, в общем, без него я просто жить не могу. Мне кажется, я с самого детства знала, что я буду заниматься конным спортом, потому что в детстве я играла только лошадьми и больше ничем другим. У меня вот именно такие детские игрушки, у меня это только лошадки, поняши, не знаю, единорожки, в общем, я просто реально играла только лошадьми, мне ничего больше вообще, мне кажется, не надо. И это вот, вы прикиньте, как я чувствовала, что я буду заниматься конным спортом. В общем, это просто, конный спорт, мне кажется, настолько затягивает, что ты, если один раз пришел на конюшню, ты потом уже из нее, если не физически, то ты эмоционально из нее больше точно уже не выйдешь, потому что как только лично мне вот напоминают лошадят, я сразу вспоминаю свою конюшню, я сразу вспоминаю своего коня, и все, и даже если мне напомнят, например, на уроке, целый урок я проведу в мечтаниях, тему не запомню. Ну, в общем, лично для меня конный спорт это просто, я не знаю, наркотик какой-то. Далее, следующим моим хобби являются танцы, без танцев я тоже жить не могу. Вот если конный спорт, например, тебе нужно собраться, поехать на конюшню, яблочек нарезать с морковкой обязательно, взять воду, потому что без воды просто нельзя, и все такое, то потанцевать ты можешь и дома, в принципе, то есть тебя никто за это не будет осуждать, это твой выбор. Вот, ну я хожу, в общем, на танцы, то есть я, ну как, не профессионально танцую, но, в общем, я танцую. В ансамбле, вот, наш ансамбль очень много куда ездит, какие страны, мы там получаем золотые, серебряные медали, также мы иногда получаем и гран-при, в общем, танцы, поры. Следующее мое хобби это пение. Я также занималась раньше профессионально вокалом, сейчас я также тоже занимаюсь вокалом, вот раз в неделю. Я хожу, у нас это в школе, у нас наша учительница по вокалу, любимая моя, приехала. Слава богу, случилось такое! Вот, и, в общем, это просто, это, это капец. Я не представляю, как бы я не пела. Мне кажется, все в этой жизни хоть раз пробовали петь. Ну вот, а когда ты еще выступаешь, на каких-то концертах поешь, это просто мега-виш. Мега-виш! Следующее мое хобби это, конечно же, Ютуб. Без Ютуба я теперь просто реально, ну, не то, что не могу жить, но мне хочется снимать видео теперь. Вот сейчас я даже сижу, я понимаю, что я уже немножко в такую школу, но я все равно снимаю его в видео, потому что без видео я теперь просто реально не могу. И, в общем, Ютуб тоже forever, я тоже его очень сильно люблю теперь. Ютуб также, наверное, затягивает, как он и спорт. Это плохо, потому что теперь у меня еще появилась одна причина не делать уроки. Следую я рисую. Да, я достаточно хорошо рисую, и мои работы иногда отправляются на выставки, чему я очень-очень рада. И это тоже безумно классно рисовать, мне просто безумно нравится рисовать. Наверное, я все-таки больше творческая личность. Да, наверное, так. Вот, и, в общем, для меня это просто что-то. Рисовать я очень сильно люблю. Фотография. Я по-настоящему увлекаюсь фотографией. У меня есть фотоаппарат, на который вот я просто... Он не зеркальный. Мне не нужен зеркальный фотоаппарат. То есть это для меня вот правда не понты. Это просто потому, что я обожаю фотографировать. Вот, и сейчас я выложу несколько фотографий, вот, как я, в принципе, фотографирую. Ну, и да, еще кое-что я хочу вам сказать. Это вот, если вот эта фотография, да, это мое хобби большое, прямо, подразделяется еще на одно маленькое совсем. Я просто обожаю фотографировать старинные фонари. Я не знаю почему, но именно на телефон. То есть если же, вот, например, у меня ВКонтакте есть такой альбом, мои фотографии, и вот там вот все такие, ну, мои как бы работы, да. Назовем это так. Ну, это было давно еще, годика-два назад, наверное, я это выкладывала. В общем, сейчас уже у меня побольше знаний в этом плане. Вот, ну, а так я обожаю почему-то именно фонари фотографировать. Сама не знаю почему. Вот, ну, и да, если это моя работа, я всегда... Ну, как я ее называю, работа, и работа, и в общем... Если это моя фотография, то внизу я всегда подписываю AT. То есть английское A и английское T. Так что вы точно не перепутаете мои работы, я никогда ничего там, не знаю, не беру. В общем, это точно мои работы, и... вот. Не знаю, я просто обожаю фотографировать старинные фонари. Вот, вот. Ну что ж, вот и закончилось мое видео. И, наверное, даже о конном спорте я сниму отдельное видео, так как завтра я поеду на тренировку. И я, наверное, все просто расскажу о своей тренировке, расскажу о своем коне, и расскажу там о конюшне. В общем, я сниму, да, отдельное видео про мое хобби в конный спорт. И что ж, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если за, то ставьте мне пальчик вверх, и также подписывайтесь на мой канал внизу. И также пишите мне внизу комментарии. Ну, пожалуйста! Я реально вот... Я, в общем, хочу снять вызов. Принят. Вот, но для этого мне не хватает вызова. Так что пишите мне, пожалуйста, внизу вызовы. Любые совершенные. Вот. Я буду их исполнять. Я еще раз говорю, я надеюсь, что вам понравилось это видео. И все. С вами была Арина Цвян. Желаю всем поняш, единое оружие к счастью. Пока-пока. Пока.